Это было как семья. После этих съемок прошло уже 4 года, и мы очень близко до сих пор дружим. И началось это с этого фильма. Мы жили 3 месяца в Таллине, это было потрясающе. Мы каждый вечер после съемки садились в кафе, выпивали, разговаривали. Станислав Сергеевич рассказывал какие-то истории, мы рассказывали какие-то истории ему. И так было каждый, каждый день. И после того, как мы закончили эти съемки, я всегда, когда приезжал на Мосфильм, обязательно заходил к нему в кабинет, и мы выпивали по 50 грамм водки с ним. Меня, когда утвердили, тоже пугали, что у Станислава Сергеевича очень сложный характер, что он очень строгий. Но я этого не видел ни разу. У нас с ним сложились отношения очень близкие, дружеские. Пожалуй, я даже ни разу не слышал, чтобы он на меня как-то ругался, не сердился. Такого не было. Так что у меня с ним отношения сложились хорошие. Но вообще у него, в нем есть черта такая, у него очень специфическое чувство юмора. Очень. И если его не поймать, если ты не понимаешь это чувство юмора, то ощущение, что он пытается тебя обидеть. Но это не так. Это не так. Просто у него черный юмор присутствует. Все же зависит от воспитания. Я, например, мне близко эта история. И 60-е годы мне близки по духу. Потому что у меня родители мои, мои бабушка с дедушкой, они воспитывали меня. Они были все воспитаны вот в этом культурном слое 60-х, 50-х годов. И я был воспитан ими. Поэтому мне это передалось. Думаю, что это зависит от воспитания. К сожалению, правда, эпоха уходит. К сожалению. Но так от этого никуда не деться. Мы уходим, умираем. Это жизнь. Это жизнь. Главное постараться оставить, если есть такая возможность, мысли, фильмы, рукописи, стихи. Вот этим, ну, мне же, новому поколению. Но я уже не могу себя назвать прям уж таким-то молодым поколением. Все-таки я уже достаточно взрослый человек. Но тем не менее, да, я своим детям постараюсь это передать. Я думаю, что здесь, конечно, присутствует и ирония тоже. Но тем не менее, тем не менее, мы не можем с этим ничего поделать. Время идет. К сожалению, теперь это заменяет гораздо больше в жизни всего. Это заменяет тебе и книгу. Это заменяет тебе человеческое общение. Ты можешь просто написать или позвонить. Та эпоха, она была временем дружбы, настоящей, человеческой. Если я договорился с вами о встрече в 12 часов дня, я не мог не прийти. Это сейчас можно позвонить, отменить. А раньше такого не было. И от этого из таких мелочей рождались отношения между людьми. А сейчас это неплохо. Сейчас неплохая эпоха. Просто та была, наверное, какая-то... Больше люди придумывали тогда. Больше было желание, стремление придумать. Сейчас, конечно, благодаря машинам, телефонам и всему остальному люди просто стали ленивее. Потому что за нас все делают. А тогда этого не было. Вот и все. Сейчас, в данный момент, мне кажется, кино стало развиваться. По чуть-чуть. То, что было в 2000-е, то, что было в 97-м, с 90-го по 2000-е годы, это было просто ужасно. В данный момент кино по чуть-чуть, по капельке, оно поднимается вверх. Но есть единственная проблема. Наше кино, оно продюсерское. Если Станислав Сергеевич Говорухин мог себе позволить работать без продюсеров, то, к сожалению, многие в данный момент подневольные люди. И то, что продюсер говорит, так и снимают. А продюсер зачастую не разбирается в искусстве. Поэтому тут такая... Но мне кажется, что все равно мы потихонечку двигаемся вперед. Нет, один конкретный какой-то я даже не назовусь. Просто есть какие-то... По духу мне близкие люди, но... Понимаете, кино — это же такое дело. Вот так, чтобы назвать режиссера, который снимает постоянно хорошее кино, которое я вот прям смотрю и наслаждаюсь им, это тяжело. Я бы так и не сказал. Есть какие-то индивидуальности. Вот он снял кино, и оно получилось. А вот так, чтобы... Из молодых не назову. Вот прям вы хотите молодой или в принципе режиссер? В принципе, в принципе. Не, ну в принципе я поработал бы и с Тедоровским, и с Кончаловским. С огромным удовольствием это великие люди. И с Михалковым, и их много. И молодых много режиссеров. Лишь бы у них была свобода. Свобода — это очень важная вещь. В меру. Свобода должна быть в меру. Продолжение следует. Продолжение следует...